Всем привет, друзья! Продолжаем проходить Эрминатор Резистанс. Находимся мы в штабе сопротивления, Тейк Ком. И, соответственно, сейчас Риверс нас зовёт к себе. Непонятно по какому вопросу, чё-то она хочет нам сообщить попутно. В предыдущей серии я максимально старался увести здесь всех мне знакомых персонажей с этого убежища. Некоторым наврал, капитан ожидает вас. Ну, что делать? Я больше доверяю именно незнакомцу, что здесь какая-то пойдёт большая атака от Скайна, поэтому нужно отсюда максимально увезти, собственно, рядовых, не солдат. Капитан, добро пожаловать в самую роскошную часть убежища. Ну, чего вы хотите? Ненавижу эти сраные подземелья, надеюсь, терпеть и осталось недолго. Ещё совсем немного, и благодаря таким людям, как мы, эта война закончится. Ты доказал, что ради дела пойдёшь на всё, заплатишь любую цену. В этом мы с тобой похожи. Только не думай, что никто не заметил твоего усердия. Знаешь, задолго до того, как подстрелить свою первую жестянку, я убила человека, и люди тоже причиняли мне боль задолго до машин. Мои татухи скрывают не только ожоги от плазмы, но и шрамы, которые оставили люди, и о которых я никогда не забуду. В хорошие дни эти шрамы почти не ноют. Мне начинает казаться, что этот мир стоит драться. За этот мир стоит драться. А в плохие дни хочется просто всё бросить, сдаться и бежать, как все остальные. Но мы так близко, а скоро Скайнетт конец. Понимаешь, почему я не могу сбежать теперь, Джекоб? Мне нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты прикончил Мака. Ух ты, нифига себе. Он непредсказуем. Он и раньше срывал наше дело, убивал наших людей. Нельзя допустить, чтобы это случилось снова. Вот почему ты его убьёшь. Сразу же, как он взломает защиту на винтовке. Ты шокирован? Думаю, у тебя есть способ убедить тебя. У меня есть способ убедить тебя, если это, конечно, тебе интересно. Ну, понятно. То есть, два выбора. Но давайте так. Убивать человека в этой ситуации, это крайние меры. То есть, каких-либо она доказательств не привела. То, что у неё были какие-то несогласия с доктором Маком, мы уже слышали по рации. Опять же таки, если вспомним, как Джон Коннор передавал именно полномочия спасти этого доктора в любой ценой. То есть, несмотря на его какие-то там эти прибамбахи. Соответственно, я, наверное, откажусь от этого дела. Я не пойду на сторону Бэйрон. Тем более, мне не всё нравится, как тут организовано. Да, с точки зрения фанатизма к своему делу абсолютно всё круто устроено у неё. То есть, она отдаётся полностью своему делу. Она ненавидит там Скайнет. С другой точки зрения мы видим, да, если ты не справляешься с какой-то задачей, тебя просто выгоняют из общины. И вообще пофиг, ты способен на это или нет. Так что, я не буду ей помогать. То есть, этот персонаж для меня не совсем понятен. И, как бы, как и доктор, в принципе, да. Доктор ещё менее понятен, но я просто помню комментарии по рацаре Джон Коннора. Лидера сопротивления, который сказал, что нужно доктора оставить в живых. То есть, он нам нужен. И незнакомец сказал, что он нам нужен. Эти два персонажа более адекватные, на мой взгляд, менее эмоциональные. Поэтому я не буду идти на услугах у Бэйрон. Хотя я понимаю, что это какая-то там близость и так далее. Но я не буду этого делать. А вот теперь ты меня действительно удивил, Риверс. Что же касается Мака, не советуй меня разочаровывать. Свободен. Понятно. То есть, задание появилось. Бэйрон хочет, чтобы я убил Маку, сразу же после того, как он взломает защиту плазменной винтовки. Она попыталась убедить меня, что смерть Мака необходима в качестве меры предосторожности. Так как в прошлом она, как она считает, по его вине были сорваны планы сопротивления. Но опять же, чем она меня хотела убедить, я не совсем понял. То есть, заигрывает со мной, что ли, получается. Только это. То есть, никаких у нее доводов за все это время не было. Так, записочка. Роза для Джессики. Только что вернулся из Пасадена. Я нашел кое-что особенное. Никогда не думал, что увижу их снова. Дикая роза. Очень ярко-красная, с колючими-зелеными шипами. Только представьте, что-то живет и растет в этой пустоши. Я понял, что земля еще может произвести на свет что-то прекрасное. Я не хотел ее срывать, ведь она такая ценная. Я подумал о тебе, красивая и дикая. Хочу, чтобы ты ее увидела. Она напомнит тебе, зачем нужно бороться. Ведь иногда ты, кажется, забываешь. Когда вернешься с задания, найди меня и отведу тебя туда. С любовью, Перри. Ну вот, видите, тут записочки. Все-таки война войной. А любовь, как говорится, по расписанию. Так. Ну что. Теперь у нас, как говорится, несколько заданий. Одно из них дополнительное. Которое попросил доктор этого, собственно, сопротивления. Забыл, как его зовут, короче. Сейчас я вам скажу. Не доктор маг, короче. Ну, в общем, процессор нужно найти. Ну вот. И, собственно, я думаю, что дополнительное задание. Сначала мы и пойдем по нему. Ну, окей. Здесь, на самом деле, в одну сторону все и находится. Хотя я думал, что в разных. Ну, ладно. Попутно я, кстати, купил немножко патронов для плазмы. Да, дорого. Ну, а что делать? Не с нулем же отправляться. Центр города. Вот, Алвин. Забыл его имя. Алвин потерял считыватель кодов во время атаки на центр города. Мне нужно проникнуть на территорию противника и вернуть считыватель. Только тогда мне удалось подключиться к НК. И скачать коды безопасности SkyNet. Ну, я думаю, что здесь достаточно будет все опасно. Я на месте. Хорошо, на твоей карте я отметил местонахождение считывателя кодов и блок аккумулятора. Дождать, когда найдешь. Да, здесь, смотрите, всех уже перемочили. Насколько я понимаю, это дополнительное задание. Его можно было не выполнять. Но так как мы проходим игру на 100%, то почему бы и нет? Любопытно. Так, дрон-разведчик. Так, Музон уже пошел, конечно. Мне нравится то, что тут саундтрек на самом деле каждый раз отличается. Он тут один, кстати говоря. С другой точки зрения у меня не особо много патронов. Давайте его добьем плазмой. Все, готов. Смотрите, к нам прям скатился. Так, ну окей. Здесь, кстати говоря, несколько каких-то точек. Дрон-разведчик. Леди-возмездие. Коды. Кто такая леди-возмездие? Вопрос. Что-то я про это слышал, но уже забыл. Крыса. О, крысу можно убить. Нифига себе, за это 6 опыта дают. А я не знал на самом деле. Я просто наступил на нее нечаянно. Смотрите, на будущее. Кто вообще там опыт собирает максимально, то если убиваешь крысу, то получаешь 6 очков опыта. Но у меня обучаемость еще раскачана на 100%. Кстати говоря, давайте по навыкам пройдемся. У меня 2 очка навыка. Во-первых, мне нужно... Наверное, оружие номер 5. Я прокачаю. Увеличит урон на 50% при использовании плазменного оружия. Обязательно. Возможность использования плазменного оружия Sky'на 2-го поколения. А, это дает возможность использования. Ну, конечно. Тогда без выбора даже. Ну и здесь, наверное, у нас остается... Стойкость. Урон снижается на 50% и восстановление здоровья. Отлично. С удовольствием. То есть все офигительно. Ну, вы знаете, такая территория опасная. Вон там дроны. Карта вообще большая тут, интересно. Леди Возмездия там, кстати говоря. Дрон-разведчик. Не знаю, атакует ли он меня или нет. Это большой вопрос. Скорее всего, нет. Но он может нагнать, мне кажется, своих, как говорится, дружков. И тогда будет не до веселья. Патроны, конечно, у меня заканчиваются. Вообще, большая проблема в последних сериях. В запасе патрон. Справа дополнительное задание. Леди Возмездия, кстати говоря. Паучки. Знаете что? Давайте-ка я возьму... Забытое мной оружие. Старый добрый добровик. Потому что слева у нас паучки тут ходят. Все-таки, насколько тут круто реализован дробовик. Люблю шутеры. Хотя Терминатор это не совсем шутер. Это стелс-шутер, на мой взгляд. Ну как же тут круто. Сделан дробовичок. Просто мое почтение. Я не знаю, что они тут охраняют. Но надо посмотреть. В любом случае. В любом случае. В любом случае. Так. Боец сопротивления тут. Ну и что? Больше ничего нету, реально. Зачем мы сюда спускались? Вопрос. Обзорная такая штука. Можно посмотреть на просторы. Ну, никого, кстати, не вижу. Что подозрительно. Ладно, идем к Леди Возмездия. Где она тут находится? Вопрос. Ну, где-то справа, получается. Никого вроде нету. Открывается. О, черт. Вот дерьма. Кто-то мне рассказывал про это Леди Возмездия в комментариях. Кто-то проспойлерил. Поэтому мне как-то в голове это прозвище осталось. Зона сохранения, кстати говоря. Так, верстачок. Ну, разумеется, я возьму патрончики. Но что еще делать? Она тут ночевала, смотрите. Слушайте, достаточно уютные, смотрите, такие апартаменты. Конечно же, американский флаг. Так, ну, можно уйти, конечно. Побитое стекло. Обменный ресурс. Неплохой у нее, смотрите, обзор такой, да? То есть, она могла все увидеть. Все как на ладони. Единственное, я не понимаю, где все терминаторы? Здесь реально же кишили они. С серии назад. Ну, две серии назад. Здесь вообще было не продохнуть. Нет, стой. Тебе нельзя здесь оставаться, Скайнет, прямо за углом. Да ну, покажи мне тот угол, за которым и не было бы Скайнет. Так что проваливай. Дверь я не открою никому и ничему. Я просто хочу помочь. Хочешь помочь? Отлично. Тогда найди мою нору на станции метро. И притащи сюда мой передатчик. Это и будет помощь. Хорошо, притащу. Кого притащить? Так, еще одно дополнительное задание. Похоже, что эта карта достаточно такая большая. Леди Возмездия. Похоже, в одном из зданий в центре кто-то прячется. Любой человек, оказавшийся позади рубежа зачистки, автоматически становится мишенью. Мой долг вывести отсюда всех гражданских и проследить, чтобы они добрались до безопасного места. Если, конечно, это гражданские, а не очередной лазочек. Найти передатчик для Евы. Передатчик нужно найти. Ну окей. Метро, типа. Ну ладно, я постараюсь, конечно. Сколько тут ресурсов, да? Черная книга, black book. Не знаю, может это отсылочка к чему-то. Можете написать. Так, ну. Окей. Выходим отсюда. Еще я вот здесь вот посмотрю. Барная стойка. Прикольный, кстати, бар такой был. До войны, представляете, тут посидеть. Ну ладно, все, отправляемся. Две цели у нас, кстати говоря. Ого. Кады, кады. И вот дополнительные леди возмездия. Ну пойдемте на дополнительные, почему нет. Дополнительные у нас в этой стороне, да, получается. Локация прикольная, так что почему бы и не побродить. Главное не нарваться, конечно, на патруль терминаторов. Пока все относительно спокойно. Только пауки, да. Смотрите, если крысу сейчас убить. Ну как всегда, я промажу. Во, видите, плюс 6 опыта. Но я не знал этого, кстати говоря. Если уж, не знаю, не хватает опыта, вон, откройте охоту на крыс, как говорится. Так, а мы здесь, наверное, не пройдем, да? Окей. Ну зато вот так вот можно пройти, я так понимаю. Или это у нас начало, получается? А это у нас начало. Окей, начало, как говорится, всей локации. Ну ничего. Понятно. Будем медленно проходить, смотреть, что тут в окрестностях есть. Ага, вот он. Красавчик. Т825В. То есть это какая-то новая модель, ребята. С буковкой В. Что она обозначает, непонятно. Возможно, у нее какое-то зрение там есть. Не хотелось бы, конечно. Нам и так с ними сложно. С обычными. С другой точки зрения, нам именно сюда нужно идти, правильно ведь? Туда мы всегда успеем? паучки. Ну, паучки-то ладно, это фигня, но их здесь трое, смотрите. И, кстати говоря, есть бочка. не знаю, на сколько заденет. Давайте так. А у меня другого дальнострельного оружия это и нету, да, к сожалению. Так что мне придется все равно плазмой расправляться. ну, давайте диверсию устраивать. Ну, такой себе, если честно. вон там красавчик стоит. А, Ви, это он, получается, с... Слушайте, он с двумя винтовками, короче, я понял. Слушайте, ну, он идет сюда, да? Не, он не идет сюда. Ну, мне не хватит просто патроны с ним справиться, мне кажется. Это уже факт. нанес я, конечно, критический урон, достаточно неплохой. Ну, такие кошки-мышки, если с ними играть, то, в принципе, еще окей. Кто говорил, что терминаторы это шутер, это вообще ни разу не шутер, ребят. Готов. 195 опыта за него дают. Я надеюсь, кроме обычной фиолетовой плазмы у нее будет и на мою пушку оружие. Кстати, смотрите-ка, неплохо там так мы развалили терминатора. Вон он стоит. а он, он, кстати, не понимает вообще. Скорее всего, он просто, знаете, после взрыва пострадал. Т820 пришел. Блин. Смотрите, у меня реген полностью здоровья. Если обратили внимание, внизу у меня здоровье просто регенится на 100%. я просто сам как терминатор стал в каком-то роде. Так, все, сваливай отсюда. Но у меня нету, да? Не, одна гранатка есть, ребят. Одна гранатка есть. А он не уходит отсюда, смотрите-ка. Ушел. 44 патрона осталось. Отходим. По сути, с этим терминатором нужно расправиться. В остальном, вот эти пауки меня не очень напрягают. Все, в принципе, терпимо. Пока, во всяком случае. Так, ну мне кажется, ему понравился должно. А, смотрите, он даже упал. Все, готов. Так, паучки, я с вами хочу вот так вот расправиться. Жалко, что дробовик вообще ничего не наносит, никакого урона терминаторам. Ну, видите, тут только, к сожалению, фиолетовые плазма-патроны. Так, ну, я буду искать, я не знаю, патроны. Больше у меня какой тут вариант? Больше я не вижу никаких вариантов вообще, если честно. Ну, я же не могу использовать сейчас эту плазменную винтовку, правильно ведь? давайте я попробую, конечно, но, мне кажется, я не смогу ее использовать. Или смогу? Смогу, ребят, отлично. Я думал, просто нужно перепрограммировать при помощи дока. Оказывается, я могу использовать. Это благодаря, наверное, тому, что я сейчас вот вкачал пятый уровень оружия, навыка оружия. Слушайте, ну все, живем тогда. Тогда игра заиграет новыми красками, я чувствую. Если мне дадут в голливудские холмы вернуться, то я тут фортпост тоже пойду на зачистку обязательно, потому что сейчас я в состоянии тот фортпост зачистить. Так, где она тут говорила? у нее что-то тут находится, а? Вот где-то тут, окей. Смотрите, как тут размотало. Сколько дронов, сколько солдат сопротивления. Тут, конечно, битва была еще та. Ну, ладно. но повторюсь, когда я тут последний раз был, реально тут очень много было терминаторов, сейчас намного меньше. Записка, кстати говоря, может какой-то сюжетной линии сейчас откроем. Отлично, плазма, аптечка. Моё обещание. Ты знаешь, что я за всех сил пытаюсь не нарушить твои законы, но испытания, которые ты мне посылаешь, все труднее и труднее. Ты сделал дьявола гораздо более сильным. Он пришел, я видел его, ненасытный волк в теле ангела, прямо как ты его описывал. Он уже вышел на охоту, готовый пожрать невинных, однако я не допущу этого, поскольку знаю истину. Он не обманет меня и не собьет с пути, и я завоюю его, обещаю. Но особо я не понял, о чем тут диалог. Возможно, про лазучка имеется в виду этот диалог. Если поняли о чем, то напишите в комментариях, чтобы прояснить эту ситуацию. Интересно просто. Так, ну окей, я вижу тут контейнер. Ну, сложно так, ух ты, смотрите какой. Первый раз такой вижу. Прикольный, конечно. Что ж ты будешь делать-то, а? Здесь просто на реакцию. Все, отлично. ух ты, смотрите, сколько припасов. Все шикарно. Ну, более того, разумеется, я не пройду мимо и не взорву эту бочку. Обязательно взорву, конечно же. Так, ребят, еще попутно, знаете что? Возможно, я сейчас запись остановлю. Ну, собственно, ребят, смотрите, плюс 17% урона и магазин я увеличил до 66%, потому что урон и так должен быть хорошим этой пушке, а вот, соответственно, выстрелов, видите, до перегрева стало чуть ли не в два раза больше. Так что, все, меня устраивает. Все пока замечательно. Ну, дальше нам не пройти, к сожалению. Вообще никак. Ладно, уходим с этой локации. Прикольная была. Идем дальше. Как бы нам туда пробраться, ребят? пока я не понимаю, все честно. Ну, наверное, как-то так, а потом налево. Так, ну, смотрим, идет сохранение. Угу. Прикольно так тут автобус застрял. Так, ну, идем вот сюда на дополнительное задание. Обойдем стороной. Вот он, чувак тут лежит. очень много патронов. Неожиданно. 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 девушка. девушка сказала, что нам именно метро нужно кое-что там найти. Давайте спускаться. Сложно. Ну, я даже не знаю. Так, минус. я не знаю. попробуем. Окей, отлично. Нам повезло. На быстрый взлом. Что тут еще у нас? На самом деле нужно скрафтить. теперь у меня аптечки будут реально храниться. Не знаю. Долгое время. Ну, прикольно. То, что здесь электрическая деталь. Ну, все, по-моему, облутали. Хорошая комнатка. Очередной магазин. Все окей. Так, идем дальше. Можно, кстати, пролезть, я уже вижу. Как говорится, куда нам можно пролезть, но пока я не хочу. Скорее всего. здесь, закрыто, да, будет? Да, здесь закрыто будет. Ну, окей. Пора уходить, как эта записка. Сейчас мы ее прочтем. Во, передача Кева. Он у меня. Думаешь, меня так просто обмануть? Я знаю, что ты одна из этих штуковин. Тебе конец чего? она хочет сделать, Она думает, что мы лазучи, короче. Ну, я же говорю, тут, помните, у нас сопротивление, люди реально вихнулись уже с этой темой, каждого подозревают, что он именно лазучик, то есть терминатор в образе человека. Пора уходить. Кожа была бодранная, обнажая ужасный металлический череп. Это могло означать лишь одно, что пора уходить. Я только возьму оружие, которое оставили солдаты и свалю отсюда к чертовой матери. Но это, видимо, записка вот этой леди возмездия. Я так понимаю? как бы она не натравила на нас терминатор. Ага, все, я понял. Короче, терминаторы не могли бы обойти вот это вот. Мы сможем. Сколько у меня отмычек? три. Быстрое вскрытие. Давайте попробуем. Раз. Два. Последняя попытка оказалась все-таки решающая. Ну, вот так можно обойти. Окей. Эти все лазеры. Ну, сейчас мы пройдем эти испытания. Я думаю, что она как бы поймет, что мы не терминатор. Угу. Так, ну, вот здесь нам, да? так вот можно пройти по вентиляции и практически смотрите, обойти все это. Вот и все. Прошли по сути. Все замечательно. Сюда можно, кстати, терминаторов заманить. Вот будет веселье, конечно, для них. Так, а что она хочет к ней? Может подойти опять? Давайте опять к ней подойдем. Прекрати сопротивление. Не стреляй. Вот дерьмо, за мной прикрыз. Прячься. Ну, блин, дострелялась. Что мне нужно сделать? Теперь ее спасти, да? проверить проверить балкон, с которого стреляла Ева. Ну, жесть. Где еще раз ее балкон? Ага, где-то справа, понятное дело. Там летают у нас дроны. давайте новую пушку все-таки проверим. Не зря же мы ее. Ну, там терминатор ходит. Ну-ка. Интересно, кто такой дальний стрелок, чтобы он нам фигачит. Так мы так не пройдем, к сожалению. Ну-ка. что ж ты будешь делать, почему-то промахиваешься. Пока мне не нравится, реально. Вот что я могу сказать. пойду по второму этажу. Что-то эта пушка пока мне не особо нравится. вот так нас вроде бы как не секут. Гранатка. Смотрите, сколько чуваков из сопротивления тут убило. опять. Ну что, пробуем? Вот и все. Все, у меня нету отмычек. Да вскрывал, как говорится, замки. Ну ладно. Не, ну конечно я могу тут диверсии поустраивать. Так, кто меня обнаружил? Наверное дроиды, да? Но если дроиды, то это полбеды. Посмотрите сколько их где он, говоря, он справа по мне стреляет. Ладно, давайте вот так вот сделаем. здесь, этой пушки только есть перегрев, насколько я понимаю, больше ничего нету. смотрите, смотрите, как быстро она уничтожает. У меня есть восстановление здоровья. В принципе, у меня хорошая позиция, давайте отсюда. Раз, минус терминатор. Слева дрона меня пока что не атакует, так что сейчас мы со вторым. Ну вот и все, справились. Можно в принципе дальше по балкону идти. Как же быстро. Реально жесть. Просто уничтожает дронов. пушка, мощная. А вот это уже бронированные. Бронированные тоже отъезжают. Смотрите. Ну, теперь с этой пушкой реально. Ой, паучок-то чего? Реально жалко на него патроны переводить. Ну, короче, беру свои слова обратно. Пушка крутая. Видно, что урон намного выше. Давайте спустимся. Залутаем, как говорится, терминаторов. Зачистили мы тут неплохо. все. Все. Бойцы сопротивления тут в очередной раз отъехали. так. Коды. А мне вот сюда, кстати говоря. Так, меня паук, короче, обнаружил. Только я не пойму, где он. А, ну вот. Два выстрела, и все. И паука нет. Все шикарно, как говорится. Да, здесь, конечно, смотрите. Просто бойня, конечно. Так. Где здесь еще? Ладно, здесь, походу, нету никого. Идем на балкон к Леди Возмездия. Может, теперь она поняла, что я, как бы, не киборг. Блин, она, короче, продолжает свою пластинку играть. Думаю, что мой этот лазочек. Блин. Даже терминатор. огнеметчик. теперь это плюс-минус шутер. С этой пушкой можно хоть что-то сделать. готов. Готов. Ну, это обычные, кстати, терминаторы. Огнеметчик. Окей. Он еще и упал у нас узнать, что произошло с Евой. Сейчас узнаем. Видимо, ее подстрелили. Жалко, что у меня патроны понемножечку заканчиваются. Ну да, видите, подстрелили ее. А ее можно было вообще спасти? Вот вопрос. У меня есть все, что нужно. Если сопротивление борется со Скайнет с помощью этого оружия, то почему бы нам не сражаться? Нужно только научиться с ним обращаться. Но не будем пока об этом переживать. Больше не нужно волноваться. Мама возвращается домой. Да, вот такая вот грустная история вышла. Ну что, у меня 25 уровень. Ну, давайте сборку. Второго уровня почему нет? особо мне она не нужна эта винтовочка. Мне это устраивает вполне. Что у меня тут по патронам? ну, смотрите, копится красная плазма 279. Это меня радует. Вполне спрыгиваем. Ну, теперь идем на основное задание. Посмотрим, насколько она там уже воздушный охотник летает. Это, конечно, главная опасность, но нам нужно направо, я так понимаю. главная главная чтобы меня тут не заметили. охотник охотник т-47 офигеть ну, до свидания что мне с вами делать большой вопрос, конечно а кто ох нифигасе Да, но я надеюсь, что сейв с нормальной контрольной точки Ну да, сейв, соответственно, с нормальной вполне точки Так, ну что, будем знать, впереди опасность и большая Попробуем вот так вот пройти Ну вот он, красавчик, идет Ну сейчас он спрыгнет, да? Окей, он спрыгивает Коды у меня где-то справа Ну я его не уничтожу, скорее всего Это нереально Еще вот эта фигня Очень мало наношу урона Нет смысла вообще с ним воевать Главное, чтобы он сюда не запрыгнул Будет, конечно, прикол Нет, вот он стоит, кстати говоря Держи Ну здесь такая зона, что он меня особо и не видит Ну мне не хватит патронов, скорее всего Ну да, мне тупо не хватит патронов С ним сражаться бесполезно Так, коды где-то здесь Давайте посмотрим Может какие-нибудь ресурсы даже найду тут Почему нет? Большая достаточно локация Так, там много лазеров, кстати говоря Пока сюда пойдем Здесь сохранение у нас Ну там терминатор ходит Окей Так, но у меня нет отмычек Вот прикол, конечно Только не говорите, что Без отмычек здесь вообще делать нечего Тогда мне придется назад идти Давайте еще вот сюда Отключим на время Вижу, ты приближаешься к парковке Отыщи красный фургон Считыватель кодов должен быть внутри Откуда ты знаешь, что я о парковке? В этом районе полно действующих сенсоров сопротивления Так что я вижу все Я буду твоими глазами Шикарно Шикарно-то оно шикарно Но надеюсь, в этом фургоне не будет замка Опять отмычка просто Что ж ты будешь делать-то, а? Так Так Верстака, как всегда, тут нету, да? Так 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 Бомба-липучка зато Аптечки Все, что нужно, как говорится Ну вот это давай Вот это Вот это Все остальное не надо Отмычка сложна Понятно Ну вот красный фургон Бомба-липучка Аптечки, так понимаю, на Т-47 вешать Но это совсем безумие Так Все отлично Остается аккумулятор Эллен Но я бы не спешил, когда приведешь считыватель кодов в рабочее состояние Тебе надо будет найти жестянку, которым нужно подключиться Думаю, их называют охотниками-убийцами Просто, чтобы страху нагнать Ну, я думаю, что не просто их так называют Так, ну окей Ну, здесь отмычек вообще, я думаю, не будет В мусорных баках Я даже не питаю надежды найти Так, ну окей Выбрались куда-то Кстати, к сохранению выбрались Это замечательно, потому что Мне нужно, на самом деле, скрафтить Здесь кое-что Помимо отмычек Отлично, у меня есть одна отмычка Ну, ладно, окей Идем к сейву Ну, все не так уж и плохо, на самом деле Если не учитывать то, что По улицам расхаживается Т-47 Огромная махина Как с ним совладеть Я пока что не представляю Ну, всего лишь две отмычки, реально Блин, жесть Ну ладно, хоть так А с чего же они делаются? Давайте посмотрим Металлолом, короче Из двух металлоломов Окей Ладно Отправляемся в путь Опять же таки Пока что я похожу по стоянке В поисках припасов Небольших Часть заданий мы уже выполнили успешно Теперь нам нужно Найти Здесь вот Я так понимаю Аккумулятор, да Найти аккумулятор Так, смотрите Еще одна отмычка Шикарно Живем Здесь особо ничего нету Окей 200 метров Кстати, до задания Не так уж и много На самом деле Отмычка Сложно Не хочу даже Пробовать Потом без отмычек Ходить Отмычка Отмычка просто Вот Это задача по нам Две отмычки Замечательно Слушайте, ну Окей Может вы меня и Перебедили Энергетические ячейки Кстати говоря Взяли немножко Патрончиков Давайте попробуем Вскрыть Так уж и быть Минус Ага Все Ну смотрите Хорошо Все Замечательно Так, окей Теперь идем По главному Заданию Блин, чуваки Они, кстати Умные Смотрите Эти Вы реально Умные Они не пошли На луч Я думал Сейчас они пойдут И мы все Взорвемся Тут Ну хорошо Хоть так То мне повезло Конечно Так, ну мне в ту сторону На самом деле 185 метров Вон там Засранец ходит Да Сколько у меня Патронов Навыки У меня Конечно Еще есть Чтоб Такой Прокачать Может Скрытность На 30% Снижается И Скорость движения На корточках Увеличивается На 20% С другой Точки Зрения Сборка Наверное Тоже Важная Штука Чтобы Собирать Патроны Для плазмы Не хочется С ним Сражаться От слова Совсем То есть Ты меня не должен Да Внаружить По идее Здесь Можно Спуститься Здесь Еще И Летающий Охотник Здесь Вообще Все Весело Ну Нам Нужно Вот Пересечь Улицу И Идти Вон Туда Вот В 160 Еще Метров Далеко Он Вообще Слушайте А он Достаточно Далеко Может Даже Не Заметить Это Наш Шанс А что У нас Там Форд Пост Получается Я Просто Одним Глазком Хочу Взглянуть Что У нас Там Может И Пожалею Сейчас Так Ты Меня Тут Не Заметишь Да Наверное Скорее Сего Ну Это Наверное Форд Пост Что Еще Получается У нас Заметишь Или Нет Вот В чем Вопрос Ну Не Должен По Идея А Считывателя Кодов Нет Пипец А Он И Красавчик Ходит А Че Он Такой Подбитый А Это Не Он Горит Ок Я Думал Он Горит Ну Ладно Так Где-то Тут Точка Сохранения Есть В принципе Но Нужно Идти По Заданию Интересно Он Меня Так Обнаружит Так Давай Разворачивайся Уже Не Поворотливый Он Конечно Пипец Ну Все Ок Прорвались К Аккумулятору Не знаю Может там Терминатор Будет Еще Но В принципе Не думаю Что Будет Сверх Сложно Сохранение Тем более Есть Да Там Ходят Терминаторы Я Слышу Паучок И Собственно Один Терминатор Здесь Еще Воздушный Охотник Летает Непонятно Где Ну Вон Он Кстати Летает Все Скрылся Продвигаемся Дальше Ну Бронированный Паук Не особо Опасности Мне Представляет На самом Не должен По крайней Мере Стерминатор Может быть Все И посложнее Быть Да Ну Ладно Окей Наша Взяла Главное Чтоб Сейчас Меня Этот Охотник Не просек С воздуха Ну Не должен Другое Дело Что Что У меня Уже Патронов Особо Не осталось К сожалению 59 Патронов Отлично Все Идем В паучку Вот Он Тут Стоит Ну По сути Тут Один Да Ну Вот И Все Реально Смотрите Как Мощно Вообще Можно Так Спрячемся На всякий Случай От Воздушного Охотника Как Мощно Можно Атаковать Против Паука С Этой Пушкой Так Ну Все Меня Уже Не Обнаружат Я Думаю Я На месте Ну И Где Тут Аккумулятор Отлично Все Взял Хорошо Теперь Найди Охотника Которому Можно Подключить Во время Твоей Атаки Наш Парни Для Тебя Это Будет Самый Безопасный Вариант Только Осторожно Тут Полно Теринаторов На Твоем Месте Я Попытался Просто Просто Что Ты Слишком Чувак Быстро Говоришь Так Ладно Соберем Немножко Окей Средний Уровень Так Замечательно Все Сохраняем Такая На самом Деле Масштабная Миссия И Она Еще Не Закончилась Потому Что Так Чтобы Доктор Мак Мог Обойти Блокировку Так Понятно Загрузить Коды Танка Охотника Да Ладно Вы Прикалываетесь Что Ли Это То Что Я Думаю Если Это То Что Я Думаю Ну Это Жесть Мне Даже Высовываться Нельзя Смотрите Откуда Здесь 3 Аж А Смотрите Ко мне Терминатора Подошли Нифигасе Какие Засранцы Ну Ладно Мы же Хитрее К сожалению Он Уходит Куда Ты Там Уходишь Что Окружили Так, ну хорошо, минус один, хотя бы. Выманим его просто к себе, вот чувак кстати подходит, смотрите. Может переключиться уже на красную плазму, я не знаю. Вот так я попадать буду. Ну окей, сейчас можно сказать немножко повезло. Всё, переключаемся на нашу обычную плазму. Патронов уже практически не осталось, она зато не перегрывается. Так, пойдёмте, я сохранюсь, там один терминатор в целом остался. Меня это полностью устраивает. Сейчас с ним справимся. Ну вот он. Всё, готов. Где тут ещё терминаторы развалились? Что-то я их не нахожу. Только один. Ну да ладно. Ну окей, всё, уходим. Угу. Нам теперь сюда, понятно. Ну что, сегодня достаточно такой объёмный видос получается. Ты можешь отключить это лазерное ворота. Могу, могу. Сейчас. А теперь иди очень осторожно. Бэйрон сказала то же самое, да? Да, Бэйрон ещё кое-что сказала. Тебе лучше не знать этого. Блин, этот летающий охотник реально подбешивает уже. Если там будут турели, я их перепрограммирую. Ну вот они, красавчики. Ну, один сейчас отъедет уже. Готов. Те ребята что-то особо на меня не хотят выдвигаться. Ну там пауки, слушайте. Три паука, один терминатор. Ну такое себе. Ну вот и всё. С пауками покончено. Готов. Так. Ты нас не палишь. Ну всё окей. Немножко патрончиков. Двести пятьдесят метров, кстати говоря. Достаточно много. Посмотрим, что тут ещё по карте есть. Не знаю, может там всё-таки сейв будет. А, здесь форт-пост ещё, да, ещё получается. То есть тут карта реально масштабная. И за один видос мы её, наверное, не осилим. Скорее всего. Впереди Антон похож, Скайнет разместил здесь форпост. Разнести его? Это не главная наша задача, но решай сам. Ну попробуем разнести. Ну мне бы сохраниться, ребят. Так, ну сохранение прошло, кстати говоря. Вот этот, конечно, огнемётчик, это тот ещё терминатор. Достаточно легко с ним справляться. Попадаешь в бак, он, короче, падает. На семьсот двадцать пятый опасный. Ничего не скажу. Ну вот сейчас повезло. Мог бы он меня, конечно, наказать. Так, ну окей. Зато у него фиолетовая плазма есть. Паучок. Так, ну мы, мне кажется, скоро до сейва дойдём таким образом. Ну красная плазма его, кстати, не особо берёт. А, там турель ещё. Так, а это чё за прикол? Это воздушная охотка уже по нам стреляет. Так, теперь ты меня не должен видеть, по идее. Всё, ты меня не должен видеть. Давайте подождём. Потому что воздушный охотник меня точно уничтожит. В любом случае сейчас до верстака доходим и завершаем на сегодня серию. Достаточно и так продуктивная. Всё, не побегали. Так, всё, он успокоился вроде как. Так, ну окей. Теперь главное как бы турель на свою сторону заманить. Это самое главное. Вот она, родимая. Всё. Это замечательно. Так, с первого раза. Кстати, теперь она может воздушного охотника-то и замочить. Очень просто. Узла вам ещё вот этот контейнер обязательно. Смотрите, он опять какой-то непростой. Так. А здесь всё медленнее, смотрите. Ну окей. Тоже всё берём. Так. Так, а где же там у нас верстак? Уже очень-очень-очень близко, да? Ага, блин, нифига себе. Два терминатора ко мне идут. Так. Их как-то надо выманить, я не знаю. Ха-ха. Всё, свалю. Ну где ты там? Так. Пушка, помоги, пожалуйста. Вот и всё. Просто жесть. Давай добьём её. Если б ты ещё добивала бы, пушка просто была бы неоценимой помощью. Ну ладно, я уже за тебя эту работу проделаю. Так, где ещё терминатор ходит? Так, ну верстак где-то здесь. Вопрос, где ещё один терминатор? Я же прекрасно видел, что их там двое. Всё, сохранение. Обменный ресурс. Верстак. Так, что бы такое скрафтить? Ну, конечно же, вот это вот. Понятное дело. Всё, сохраняем, ребят, игру. Сумку ещё посмотрю. Вот это вот. Всё, в укромном местечке. Ну что ж, продуктивная сегодня серия получилась. И это, по сути, дополнительная... Ну как, дополнительные мы и квесты выполнили, да, соответственно. И по основному сюжетки идём. Посмотрим. В следующей серии я постараюсь зачистить полностью форпост. Всё-таки арсенал у меня есть. Надеюсь, патронов хватит. Так что, если так же интересно, как и мне, подписывайтесь на канал. И мы увидимся уже чуть позже. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.